Всем привет! На канале снова обзор на Роат Муви. На этот раз от режиссера Хэла Нидема. «Смоки и бандит» 1977 года. Хэл Нидем сделал в прямом смысле головокружительную карьеру каскадера и постановщика трюков. И кинолента «Смоки и бандит» такая же безбашенная, живая и искрометная кинолента классического периода 70-х. Хэл очень долгое время был дублером Берта Рейнольдса. И поэтому, как только Берт прочел сценарий, то моментально согласился сыграть роль супер-водителя по имени Бо Дервилл. Не стану спойлерить и пересказывать фильм. Скажу лишь, что по сюжету два приятеля перевозят много-много бухла для пикника богатого типа. Но такие делишки в то время по местным законам весьма жестко пресекались и карались. В общем, в картине будут одни убегать, а другие догонять. Ругаться и сквернословить и снова бросаться в погоню. На экране много выпивки, тачки, безбашенной гонки, гонки и еще раз гонки. И совсем немного насилия. И куча позитива, наивного и доброго. Кинолента из разряда абсолютной развлекаловки, без претензий на какой-либо-то замысловатый сюжет. Где сценарист словно ковбой накидывает лассо на мозг кинозрителя. Сценарий прост и понятен, как игра в Чапаева. И вообще, сюжет этой ленты пришел в голову Хэлу Нидому, когда горничная в его отеле воровала пиво под названием «Курс» из его холодильника. Это пиво на тот момент было запрещено в продаже к Востоку от Миссисипи. Хэл раскинул мозгами и сделал вывод, что история с бутлегерством и пивом «Курс» станет отличным зачином для его режиссерского дебюта. Дебют получился шикарный, продуманный до мелочей и, естественно, грамотно выверенный. Плюс участие Берта Рейнольдса и абсолютная поддержка со стороны «Юниверсал». Кинолента действительно понравилась публике, начиная от нью-йоркских буржуа и заканчивая провинциальными роднеками. Берт Рейнольдс демонстрирует в фильме отличную физическую форму и тонны харизмы. Харизма настолько притягательной для его партнерши по фильму Салли Филд, что они еще пять раз посотрудничают вместе на съемках. Поскольку фильм о погонях и тачках, то и агрегат должен быть солидным. Солидным на тот момент. «Понтиак Файер Бёртранс А.М.» 1977 года. «Ху!» — выговорил. «Тачка солидная и по сей день. Живая классика». Когда фильм снимался, дирекция концерна «Понтиак» пообещала Берту. «Сынок, если фильм будет хитом, мы подарим тебе одну из этих наших новых моделей». Фильм стал кассовым хитом и невероятно поднял продажи модели «Понтиака» из фильма. Но Бёрт Рейнольдс так и не получил обещанную машину. В дирекции попросту перевели стрелки на старое руководство, которое к тому моменту уже сменилось. Старину Бёрта в фильме упомянул «Тачку» тоже. Стоит сказать и пару слов о его напарнике. Итак, дамы и господа, Клетус Сноу по прозвищу «Снеговик» в исполнении культового актера и кантри-певца Джерри Рида. На начальном этапе именно он должен был играть главную роль, а кинолента должна была быть низкобюджетным кино из разряда бесчисленных грайнхаусов. Но, как только Рейнольдс подключился к проекту, тут же как червяки зашевелились из студии, пожелавшие войти в долю. Бёрт был невероятно популярен в то время, и «Юниверсал» решили, что зрители на него пойдут. Так Джерри Риду досталась роль «Снеговика». Кстати, герой Джерри в фильме ездит на грузовике марки «Кенворд W900». Также режиссер Хэл Нидам попросил Джерри Рида, чтобы тот написал для фильма песню. Несколько часов спустя Рид сыграл композицию «East Bound and Down» режиссеру Хэлу Нидаму. Взяв в руки акустическую гитару, Рид начал играть и петь. Спустя какое-то время Хэл остановил его. Рид подумал, что песня не понравилась, и тут же предложил переписать её, на что Хэл Нидам ответил. «Если ты изменишь хоть одну ноту, я тебя убью». Песня стала визитной карточкой как фильма, так и Джерри Рида, и он с удовольствием пел её на своих концертах. Весь фильм жизнебаятельным героем портит вредный до мозга костей шериф в исполнении ветерана Голливуда Джеки Глиссона. Опираясь на жизненный и актёрский опыт актёра Джеки Глиссона, почти все цитаты его героя, шерифа, были его личной импровизацией. В ленте удалось передать романтизм приключений, хотя следует признать, что напарникам по сюжету сопутствовало невероятное везение. Разумеется, не стоит всерьёз воспринимать все неадекватные поступки шерифа и его напыщенную, несуразную логику. Блюстители порядка далеко не такие, как их изобразили в этом фильме. Ровно как и бутлегерство — это нарушение закона, и романтизация нелегальной перевозки алкоголя — это не есть гуд. Но жанр комедийный, я бы даже сказал, что это буфонада, поэтому здесь так много утрированности и стереотипности. В киноленте, как и в подобных, на эту тематику вновь на важных ролях — рация гражданского диапазона 27 МГц. С помощью неё герои ведут переговоры, ругаются и подкалывают друг друга. В общем, радиосвязь была и остаётся самым надёжным источником связи на дороге. Помните об этом. Кинолента породила два продолжения и несколько сериалов. Фильм имеет громадное наследие в форме цитат и с удовольствием цитируется в современной культуре. Фильм достаточно позитивен и рекомендован к просмотру фанатам гонок, дорожных приключений, американской культуры. Естественно, мимо не должны пройти поклонники творчества Берда Рейнольдса и Джерри Рида. Также рекомендую к просмотру любителям хороших машин, где, как не здесь, можно лицезреть ревущую классику в действии. Ну вот и всё вроде. Немного рассказал о фильме. Никаких пересказов сюжета не выдал. Смотрите сами и делайте выводы. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, если понравился обзор. Всем удачи!